Ну, вот Александра позвонила, всходы есть? Есть. Как есть? Удивленно. Да, есть. Ну, такие какие-то, нормальные, нормальные, дружные всходы. Это действительно так. И дело в том, что вот в зиму ходили, ну, на конец ноября, вокруг или рябчики, или где-то, а больше черно. Вот. Ну, сразу к слову, что вот на 30 января я ездил, и снег взошел, и все те поля, которые были черные, там у соседей этих, они все позеленели, всходы все-таки появились практически на всей площади. Ну, что касается у меня и почему, вот, как вам это удалось, говорит Александр? Я говорю, да, просто, как бы все надо сделать правильно. И не потому, что кто-то там не умеет или не знает, а потому, что еще и нечем. Раньше я просто немножко технику посевную, не немножко, а радикально поменял, приобрел сеялку. И вот заслуга этой сеялки, заслуга качества посева и позволила получить всходы. В чем секрет? Ну, во-первых, я, естественно, прежде всего, это семена, это подготовка, это качество семян, это подготовка, ну, и качество посева. Значит, вот эта вот сеялка, которую я приобрел, это Воронежская агросервиса сеялка, значит, которая обеспечивает, ну, просто обеспечивает стабильную заданную глубину. Вот на ней можно добиться стабильной заданной глубины. Что раньше я не мог на вот этих СЗ, в зависимости от способа обработки почвы, там практически при всех условиях, ну, не добьюсь этого показателя. Вот. И вот получилось это. Там обеспечивается чем? Мы видим, что каждый сочник ограничен по глубине, по глубине, ограничен прикатывающим роликом. И изменяя положение ролика, мы можем точно задавать глубину каждого сочника. И одновременно прикатывание рядочек. Значит, посев получается такой в виде шиферной доски, где в упадинах рядочки. И малейшая влага, которая есть, она позволяет, вот, ну, получить всходы. Значит, ну, значит, 4 много. Вот 4 меньше 4. Регулировка на 3,5. Ну, в зависимости от почвы, бывает там до 4, бывает меньше. Это один вопрос. А второй вопрос, все-таки, обработка почвы. Вот, там, где, ну, вынуждено было почву, этот, провести поверхностную обработку перед посевом. Там всходы получились, ну, тоже получились, но получились позже. По дисковке, по поверхностной дисковке. А там, где, вот, по предшественнику подсолнечника, где никакой обработки не проводился. То есть, этим, обработка, катком, этот, с этими, с ножами, рубака этот, верноградский. Вот прокатили и посеяли. Всходы ровные, абсолютно выровненные, абсолютно, как бы, стопроцентные. Причем, по расчету. Вот, я рассчитывал, там, разные семена. Кстати, в этом году, то семян хороших-то не было. Вот, найти хорошие семена, это тоже была проблема. Вот, я во все концы, там, бегал. И то приобрел, и то качество ниже заявленного на, как бы, значительно. Вот, ну, тем не менее. И, вот, рассчитали, рассчитал, по связи с схожестью и массой тысячи семян, на 4,5 миллиона посев. Значит, 4,280 сейчас на поле. 4,280. Тютья в тютью. Так что, вот такие вот дела. Ну, естественно, при посеве, это, при посевное удобрение, 100 килограммов аммофоса. Вот. И обработка семян. Значит, разная обработка и разные протравители ведут себя в сходы по-разному. Вот меня там есть, если, ну, было бы, меня есть вон в этом. Разница, значит, протравливания иншур плюс топсин и рядом же проход, редия, протравитель. На редии гораздо, гораздо меньше. В ДВ, говорите. А, ДВ, это сложно. ДВ, это сложно. Вот. А потом, да, а потом ламадор еще ниже, еще больше всхожесть. Ну, там ретендантные эффекты, это вот протравители. Протипоназол. Да. Тибуконазол. Тибуконазол, наверное, все-таки, тибуконазол. Вот эти тегу всякие, там, как-то не, тараксин. Вот, а сейчас вот, а сейчас вот поехал, я же говорю, что сейчас появились всходы практически, практически, ну, везде. Ну, всходы какие? Шильцы. Вышла шильца, засветились, засветились рядочки. Так что, вот, конечно, очень такой вопрос серьезный. Все-таки, какую же стратегию выбрать на весенние, весенние уходные работы? Прежде всего, это подкормка, конечно, когда и сколько, ну, вот, Ольга Георгиевна там сказала. Ну, как правило же, мы же знаем, что в практике, что очень хорошо дают прибавку ранне-весенние, ранне-весенние азотные подкормки. Но в том случае, когда нет в апреле месяце 12 градусов. Вот, вот, как сейчас быть? Вот, как угадать? Почему? Потому что, вот, по прошлому году, ну, кто, мы знаем, что все подморозили. Ну, у меня вообще, вот, ну, в солому замерзло. Ну, просто в солому. И растение только, изначально, только закладывалось узел кущения, из этого узла кущения растение отошло. И потом начали его, как бы, как говорится, тянуть за уши, вытянули. Но запас влаги, оно вышло, и хорошо, есть вон фотографии, хорошо вышло, и хорошо околосилось, и завязалось. Все замечательно, и в начале, ну, в конце молочной спелости засохло. Натура 740, урожай при расчетном 60-30, половина. А протеин 17. А протеин, да, 16,5, да. А протеин 16,5. Вот, поэтому, вот это вот, как бы, все-таки, большой вопрос. Что же делать весной? Как же правильно поступить весной? Вот, если бы, если бы нам на начало, ну, допустим, хотя бы на 20 декабря, на 20 марта, значит, Ольга Егоровна и Егоревна, и вот погода, сказали, ну, что все-таки нас ожидать? Чтоб мы могли, да, чтоб мы могли все-таки сориентироваться. Ну, да, ну, да, а потом, да, а потом же, да, да, ну, а потом же сказали бы, что вы виноваты. Тоже, тоже все-таки легче. Ну, вот такие дела. Ну, всходы, всходы есть, и всходы хорошие, дружные. А можно вопрос? Да. Вы сейчас сказали такую фразу, что практика говорит, что ранневесенняя подкормка, она действительно дает прибавку, я с вами соглашусь. Но был ли у вас опыт проведения ранневесенней подкормки растений в стадии шильца? Нет, 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 в стадии шильца нет. Нет, ну, у меня сейчас начало кучения, есть зачаточные побеги второго порядка. Нет, понятно, что в стадии шильца, но хотят тоже, хотят тоже, а как их вытащить, как их ускорить им, как они, они все равно, ранневесенняя подкормка, они все равно, быстрее нарастание, быстрее... До трех листей, до трех листей растение не самостоятельно, оно питается... За счет, да, ну, за счет... Там корневой сельский, там корней-то нет. Ну, да, ну... Когда будет четыре листа, оно уже переходит к своему собственному питанию, да, будет усваивать тот азот, который вы дали. Нет, ну... А до этого нет смысла никакого вносить удобрения, потому что реально нитратная форма, она по горизонту почвы размоется, концентрация снизится, этого эффекта вы не увидите. Поэтому надо подождать. Ну, все равно, какое-то время надо, чтобы оно и перешло в усвоенную форму. Нитратная форма, она сразу усвоена. Амманина, ей только тепло, время... Когда тепло? А к этому времени уже появится три-четыре листа? Не, ну, понятно, вшила нет. А вот это, да, даже, даже, даже мы имели, другие адамы же имели на весну и хорошо раскусившиеся растения. И все равно, вот, вот, даже в том случае, раннее весеннее, вот, бывает, слышишь, не кормите, не выезжайте. Но те, кто в феврале дал по уже раскусившимся или хорошо разбил... Особенно в прошлом году. Особенно в прошлом году, да, в прошлом году, вот же дал и вымерзло, совершенно правильно. Вы, вот, я, наверное, не знаю, может быть, я не донесла в докладе, я говорила, не кормить те, у которых пять-шесть побегов уже сформировалось. Ну, да. Они сильные. Ну, вот, вот даже... Вот один, вы прибавку не получите. А если у вас начало кучения, 4-5 листа, вот там вы получите прибавку. Ну, тут еще с подкормкой тоже вот вопрос. Значит, дефицит же, вот как говорит Виктор Викторович, дефицит влаги же колоссальный. Промокания эти 30, дальше ничего нет. Ну, вы говорите, что там что-то есть. Ну, мы его не ощущаем, потому что она там есть. Вот. А тут же еще большой вопрос все-таки, какую плотность создать на это. Вот сейчас 4 миллиона есть, 4-200. Даже, вот, нужно накущение или не нужно? Если два, то 800, а влага где? А если один, то все-таки 400. И если колосс выгнать там полтора, то это уже урожай. Вот. Поэтому тут тоже как бы... Так вот, как это правильно бы стратегию эту выбрать? Это вопрос. Да. Петру Григорьевичу, есть вопросы еще? Он больше не дает. Ту, ю, 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 ю. Он...